Родные люди покоряли сцену областного дворца культуры. Речь о семейном конкурсе талантов, участие в котором приняли представители многих городов региона. О том, кому жюри присвоило первое место, расскажет Кристина Григоряна. Технику фланкировки, которую можно назвать искусством, Андрей Ростовцев продолжает постигать до сих пор. Очаровался казачьим залихватским оружием он разом, когда впервые услышал характерный свист, издаваемый на гайке при взмахе. И когда ты начинаешь понимать, что ты берешь на гайку, она точно так же может довольно-таки серьезно тебе навредить. И ты пытаешься ей вращать в углеваемых движениях, как оружием, как средством для достижения какой-то цели, ударной техникой. К своему увлечению пристрастил и молодого казака, собственного сына Ярослава. Он для выступления во дворце культуры имени Кирова предпочел шашку. Однако оба оружия в руках мальчика выглядят весьма гармонично. Семья Ростовцевых не только завоевала первое место, но и стала обладателем специального диплома «Традиции хранить и умножать», посвященного году культурного наследия народов России. Остальные участники ежегодного фестиваля «Родные люди» для своих концертных номеров выбрали более традиционные виды искусства – вокал, хореографию, театр. Главное условие участия в конкурсе – это то, что артисты в дуэте должны быть родственниками. Степень родства принципиального значения не имеет. Этот фестиваль дает нам понимать, что творчество рождается прежде всего в семье. Все-таки творить мы начинаем часто по примеру своих родителей. Вырастаем в семейном кругу и творим. Творческие дуэты прибыли из разных уголков Мурманской области – от Полярных Зорей до Заполярного. В каждой номинации жюри отметила лучших. Победители и призеры получили грамоты, призы и несмолкаемые аплодисменты зрительного зала.